Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня, как мы читаем много лет назад, всегда в мире что-то происходит. К сожалению, не всегда положительно. Бог разговаривает с нами событиями нашей жизни. Это мы уже проходили. Если мы будем разговаривать с Ним и рассказывать Ему о том, что нас волнует, пишет, например, Рапнахман, просить Его совета поддержки, Он ответит нам тем, что произойдет с нами после этого, различными встречами, различными происшествиями. Все в мире связано с тобой, человек, сказано. Разумеется, мы должны быть реалистами, трезво воспринимать происходящее вокруг. Но, тем не менее, если мы не забудем, что живем в мире Богом, то все происходящее приобретет совсем другой смысл. Мы увидим, что Он отвечает нам, разговаривает с нами, идет с нами по жизни. С Валамом, Беламом, заговорила ослица. Такого не было ни раньше, ни позже. Представляете, такое событие. Подходишь, а сел с тобой начал разговаривать. Вроде бы все ясно. При этом еще Бог послал ангела с мечом, открыл уста, ослицы. Все. Однако, вот что мы увидели на этом примере? Страхи, страсти, желания человека. Они способны полностью искривить разум, ослепить глаза и мозг. Даже когда сама природа перед ним поменялась. Хоть и неприятно признавать, для чего мы это читаем, да, но такое происходит с каждым из нас. Мы часто слышим то, что именно то, что хотим только. То, что хотим услышать, то, что хотим увидеть, то, что хотим понять, а что-то не понимаем, потому что нам это невыгодно. Все остальное, вот то, что нам не вложилось в нашу схему, проходит мимо. Двое людей могут стоять, видеть, слышать одно и то же событие, при этом каждый останется с разным выводом, да еще и видеть, скажем, вот, я каждый видел абсолютно другое. Говорят наши мудрецы, что иногда неразрешимые проблемы обступают человека со всех сторон. И в этот момент он страдает и начинает не понимать вообще, что делать. Он начинает метаться. В таких случаях выход один написано. Укрепиться в сознании того, что все от Всевышнего. Надо в это поверить. А те, кто огрызается в ответ, говорят, что они неразумны, потому что они воюют с Богом. Если все от Бога, так, ну а что ты делаешь? Нарывается, написано, человек только на страдания. Когда человек требует вопрос, за что или почему, то это только верный путь усугубит ситуацию. Разве из-за того, что человек будет жаловаться или злиться, прекратятся неприятности? Нет. Наоборот. Написано в древних книгах, что если принять испытания с верой, Бог их потом отменяет, потому что человек уже прошел это испытание. Это трудно, это не всегда понятно, но это единственный верный путь. Рассказывал Рави Бейдерман. Бейдерман, точнее, такую короткую историю. Равин услышал, что один человек потерял, плачет, потерял сумму денег в пакете на базаре, ужас пропала. Где-то я ее засунул, пропала. Равин пошел на рынок, купил такой же пакетик. Пришел, говорит, смотри, я нашел. Тот обрадованный, счастливый, все, пошел домой, глаза сияют, спасибо. Вернулся домой, нашел пакет с деньгами. Пришел к Равин, говорит, Рэбби, спасибо большое, вы меня спасли, но вот я нашел, значит, вы... Тот говорит, да, я знал, что ты найдешь эти деньги, после того, как я отдам тебе сумму, которую ты потерял. И знаешь почему? Когда человек в панике, когда он неспокоен, он рыщет, как слепой, и ничего не может найти, даже то, что перед его глазами находится. Поэтому, если наваливаются бедствия и тяжелые проблемы, нельзя падать духом и терять ясность рассудка. Иначе будет трудно выйти из этого состояния, человек не сможет увидеть руку Творца, который все это направляет, а сказано, все от него. Рассказывает Рэбби Шехтер. В далеких странах есть определенное, такое, не помню название этой птицы, обитается высоко на дереве. Змея, она знает, что если она поползет, то птица улетит. Что она делает? Она располагается у подножья дерева и пристально смотрит на эту птицу. Открывает пасть, как будто готовится ее сожрать и начинает шипеть угрожающе. Птица вместо того, чтобы улететь. Она впадает в панику, представляя, что она сейчас окажется в пасти змеи, начинает постепенно парализовывать, это ее страх. Она становится тише, и падает вниз, и ее отрасъедает. Как созрела. Нечто подобное происходит и с людьми, боящимися настоящего или будущего и так далее. Такой человек не полагается на хозяина мира, который на небесах, и который все может решить. Он берет что? Он отчаивается, замирает, застывает на месте, не молится, не пытается изменить духовную ситуацию, не делает ничего для спасения в духовном мире основополагающем. Пока его не настигнет то, чего он боялся. Важно помнить, написано, что мы дети царя царей. Что на каждого человека на земле, наверху есть Бог. Этот Бог единый, и в то же время для каждого. И ничего написано нельзя бояться. Нужно держаться ближе к Творцу мира, надо молиться ему, надо бы как бы верить ему, и тогда мы преодолеем любые трудности и боли. А потом поймем. Да, мы не все понимаем. Потом поймем. Но главное, что он у нас есть. Брахава от слаха. Продолжение следует...